Бисмиллахи ррахмани ррахим Добро пожаловать вновь на серию цикла передач «История о пророках». После того, как Всевышний Аллах вознес Айсу, мир ему, на небеса и спас его от неверующего народа, примерно шесть веков подряд земля оставалась без пророка и посланника. В это время на земле распространилось многобожие и неверие во Всевышнего Аллаха. Тогда Всевышний Господь проявил милосердие к человечеству и послал печать всех пророков и посланников, господина сынов Адама, лучшего, кто ступал на эту землю, Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мухаммад родился в год слона. Когда он родился, сотряслась терраса во дворце персидского царя Хасроя. Упали двенадцать его балконов и огонь огнепоклонников погас. А шайтаны были побиты камнями в небесах по причине рождения Мухаммада, мир ему и благословения. Мухаммад родился сиротой, но его дед Абдул-Мутталиб взял его к себе на воспитание. Как же и был рад Абдул-Мутталиб своему внуку. Затем, когда он умер, Мухаммада приютил его дядя Абуталиб. Когда он был маленьким, умерла его мать. Он был отдан на вскармливание Халиме с Саадии. Когда Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, прибыл, вместе с ним к ней пришло и благо. Аллах тут же не спасал баракад на ее овец, на ее деньги, на ее вещи и имущество по причине нахождения с ней Мухаммада, дабы благословить его Аллах и приветствовать. Когда он был маленьким мальчиком и играл с такими же мальчиками у Халимы, к нему пришел Джибриль, мир ему. Дети испугались и убежали. А Джибриль раскрыл грудь Мухаммада, салли Аллаху алейхиусалям, затем вытащил его сердце, помыл его и удалил из него долю от шайтана. Затем вернул на место его сердце и воссоединил его грудь заново. Господь с самого детства хранил его. Мухаммад никогда не совершал земного поклона идолу, никогда не пил вина и никогда не совершал мерзости. Пусть мой отец и моя мать будут выкупом за него. Он пасовец, как и все пророки. Он женился на Хадидже. Она была очень хорошей женой, спутницей и подругой. Когда он отправился в торговую поездку, его увидел один монах по имени Бухейра. Он сказал, кто присматривает за этим мальчиком? Ему сказали, его дядя Абуталиб. Монах Бухейра сказал, его дело будет большим, и он будет пророком этой уммы. Его спросили, как ты это узнал? Он сказал, на этом месте никто не сидел, кроме пророков. И я видел, как он сидел на этом месте. А также облака направляется, куда он пожелает. А также я видел между его лопатками печать пророчества. Поистине это Мухаммад, господин первых и последних, лучший, чья нога ступала на эту землю. Мекканцы полюбили его и прозвали его правдивейший, верный. Он был правдивым и верным. И все мекканцы без исключения признавали это. Всевышний Аллах хранил его, а он рос и жил в Мекке. До своей посланнической миссии пророк Мухаммад, да благословит его Аллах, приветствует, уединялся в пещере под названием Хира. Там он поклонялся Всевышнему Аллаху. Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, пребывал в этой пещере днями и ночами. Порой он находился там целый месяц. Когда он находился в пещере Хира, в одиночестве, проводил там дни и ночи, к нему приходила Хадиджа с едой и питьем. Он сидел там и поклонялся Аллаху. Как же он поклонялся Аллаху? Этого мы не знаем. Возможно, между ним и Господом была мольба, возможно, поминание, возможно, размышление, возможно, прославление. Мухаммад пребывал там днями и ночами. И вот однажды, темной ночью, пророк, мир ему, благословение Аллаха, был в этой пещере. Неожиданно появилось что-то сзади и схватило его так, что он не мог не двигаться, не освободиться от этого. Некто сказал ему, читай. Он сказал, я не умею читать. Он сказал ему, читай. Он ответил, я не умею читать. Он сказал ему, читай. Он снова ответил, я не умею читать. Он сказал ему, читай с именем твоего Господа, который создал тебя. Это было началом пророческой миссии. Поистине, это была первая капля, самое начало откровения. Первое слово, которое было неспособлено в Коране, это слово читай. Икра. Наша религия, это религия чтения. Икра. После этого он опустил Мухаммада, дабыла славить его Аллах и приветствует. Это был сам Джибриль, который пришел обучать и наставлять пророка, дабыла славит его Аллах и приветствует в его миссии. Поистине, это было самое начало откровения. Пророк быстро вышел из пещеры и вернулся обратно. Куда же он вернулся? Он возвратился к своей жене. То есть он покинул пещеру и пришел к своей жене Хадидже. Он сказал ей, заверни меня, заверни меня, покрой меня, покрой. С этого момента милость начала неспослаться на землю. Поистине, это был конец кризиса для человечества. После того, как человечество пребывало в заблуждении, тьме, невежестве и многобожии, Аллах неспослал им эту милость, миссию Мухаммада, салли Аллаху алейхи вассалям. Свет начал снисходить на землю. С этого момента Мухаммад, салли Аллаху алейхи вассалям, начал распространять религию Всевышнего Господа. Он стал доносить до людей религию Аллаха. Хадиджа и Мухаммад пошли к дяде Хадиджи варакибин науфалю. И тот сообщил Мухаммаду, что еще никто не приходил с тем, с чем пришел Мухаммад, дабыла славит его Аллах и приветствует. После того, как он узнал, что он пророк, он поднялся на холм Ас-Сафа и начал призывать людей к истинной религии. Он сказал, «Люди, поистине, я предупреждаю вас, что суровое наказание близко». Первым, кто ответил ему, был его дядя Абу-Ляхаб. Он сказал, «Чтобы тебе было пусто весь этот день, и ради этого ты нас собрал, да пробадут пропадом руки Абу-Ляхаба». И сам он пропал. Сколько же он причинял страданий пророку и его сподвижникам. Беляли, оволочили по земле, клали ему на грудь тяжелый камень, хлестали плетью, но, несмотря на это, он говорил, «Един, един». На глазах Аммара была убита его мать и отец. Пророк проходил мимо них в то время. «Терпите, о семейство Ясера. Поистине, вам обещан рай». Пророк напоминал им о прежних народах. Он говорил им, «Были люди, которых помещали в яму, ставили на голову пилу и распиливали на две части, но они не отрекались от религии». Однажды пророк Аллаха совершал обход вокруг Каабы и внезапно на него набросились и начали душить. Они чуть было не убили его в тот момент. Никто не заступился за него в тот миг, кроме Абу Бакра. В один из дней он совершал молитву у Каабы. И когда он находился в земном поклоне, на его спину положили плотную оболочку от верблюдицы. Они взяли эти нечистоты и бросили их на спину пророка. 13 лет избиений, мучений, убийств, 3 года голода. Миканцы объявили экономическую блокаду мусульман. И по этой причине продукты не доходили до мусульман. Из-за этого некоторые мусульмане стали кушать листья деревьев. Но пророк терпел. После всего этого он отправился в Таев, чтобы донести до них религию. Но там его встретили камнями. В это время к нему пришел ангел и сказал, «Скажи мне, и я раздавлю их», опрокинув на них две Миканские горы. Но он сказал, «Нет, я прошу Аллаха, чтобы он вывел из них потомство, которое будет поклоняться ему и не предавать ему сотоварищей». 13 лет мучений, голода и репрессий. Однако пророк терпел и внушал терпение своим сподвижникам. Когда мучения пророка, салли Аллаху алейху салям, и его сподвижников в Мекке усилились, Всевышний Аллах разрешил им переселиться в Медину. Пророк пришел к Абу Бакру и сообщил ему о предстоящем переселении. Абу Бакр спросил, «Я буду сопровождать тебя?» Он сказал, «Да, Абу Бакр». После чего Абу Бакр расплакался от большой радости. Тогда Али, да будет доволен им Аллах, лег в постель пророка, жертвуя своей жизнью, дабы спасти посланника Аллаха. Итак, пророк вместе с Абу Бакром покинули дом и отправились к пещере Саур. А Али лег спать на ложе пророка в его доме. Первым в пещеру зашел Абу Бакр. Там он нашел две норы, после чего Абу Бакр заткнул одну нору своей одеждой, а другую своей ногой. Пророк лег спать на одну из ног Абу Бакра. И когда он спал, какое-то насекомое укусило Абу Бакра за ногу, но он даже не пошевелился. Глаза Абу Бакра наполнились слезами, и несколько капель упало на щеку пророка, отчего он тут же проснулся и спросил, «Что с тобой, Абу Бакр?» Он ответил, «Ничего, что-то укусило меня за ногу». Пророк сказал, «Покажи мне свою ногу, Абу Бакр». Пророк взял ногу Абу Бакра, прочитал дуа и подул на нее, после чего нога исцелилась. В этой пещере пророк с Абу Бакром оставались всю ночь. Утром многобожники, повсюду искавшие пророка, достигли этой пещеры. Когда они встали прямо возле входа в пещеру, Абу Бакр заплакал. Пророк сказал Абу Бакру, «Почему ты плачешь, Абу Бакр?» Он ответил, «Если кто-нибудь из них посмотрит себе под ноги, он увидит нас». Пророк сказал, «Аллах с нами». Представьте себе ночь, одну, вторую, третью. Представьте себе, как пророк, мир и благословение Аллаха, с Абу Бакром, долгие ночи находились в этой пещере. Воистину, это были решающие ночи в этой пещере. Они отделили один период от другого. Пророк вместе с Абу Бакром все так же пребывали долгие дни и ночи в этой пещере. В течение этого времени вся семья Абу Бакра помогала Абу Бакру, посланнику Аллаха, и их переселению, пока Всевышний Аллах не разрешил им отправиться в Медину. И вот пророк отправился из пещеры в Медину. Кто же тот, кто следовал за ним и Абу Бакром? Его звали Сурака. В это время он еще не принял ислам и был многобожником. Абу Бакр подошел к пророку, салляллаху алейю салям, и, обернувшись назад, увидел Сураку. Абу Бакр сказал пророку, что это Сурака. На что он ответил, «Ничего, Аллах с нами». Что ты думаешь о тех двоих, третий, с которыми Аллах? И в этот момент ноги коня Сураки увязли в земле так, что он не мог двигаться дальше. Пророк подошел к нему и сказал, «Сурака, когда ты возвратишься, ты не распространишься о нас». Он сказал, «Что мне за это будет?» Он ответил, «Украшения и браслеты хастроя». И действительно, Сурака скрыл то, что видел их. Затем пророк, дабы ослабит его Аллах, приветствует, вместе со своим спутником Абу Бакром, достиг Медины. Люди Медины встретили их с большой радостью. Что же это было за место? Поистине, это Медина. Новый период в призыве пророка, дабы ослабит его Аллах, приветствует, который он начал в этой земле. После переселения пророк, мир ему и благословение, жил в Медине. В Медине также проживали иудеи. Пророк заключил с ними договор, но они вероломно нарушили его и захотели его убить. Но случилось так, что их козни были раскрыты, и они ответили за свое вероломство. Пророк основывает в Медине исламское государство, после чего начинает вести джихад на пути Аллаха. В первом же сражении пророк побеждает многобожников. Эта битва вошла в историю под названием «Битва при Бадре». Во время битвы при Охуде мусульман постигла беда, и часть подвижников была убита. Во время битвы при Хандахи многобожники объединили союзные племена, но Всевышний Аллах даровал пророку победу над ними. Также Всевышний Аллах сделал события при Худайби явной победой для пророка. В восьмом году пророк возвращается в Мекку победителем. На протяжении всей своей жизни пророк воевал на пути Аллаха. Он воевал с врагами Всевышнего Аллаха и распространил призыв на огромной территории. Пророк рассылал своих посланцев во все места, отправлял людей с посланиями. Он направлял общину к ее религии, обучал высокой нравственности. Когда ему было больше 60 лет, он принимал участие в битве при Хуинаине, демонстрируя при этом высочайшую храбрость и мужество. В этом сражении он говорил, «Я пророк, и нет в этом лжи, я сын Абдуль Муталиба». Так он сражался на пути Аллаха, никогда и никого не боялся и постоянно обучал своих сподвижников тактики боя и джигада. Пророк находился в Медине в течение 10 лет, жертвуя то одним, то другим, живя от одного джигада до следующего джигада. Пророк пообещал своим сподвижникам, что ими будет завоеван Бейт-Уль-Макдис и что они завоюют огромную территорию. Пророк основал исламскую умму и исламское государство. И до сегодняшних дней до нас дошли ее отголоски и его призыв. Пророк донес послание, оправдал доверие, сражался на пути Аллаха истинным джигадом, пока не встретил своего Всевышнего Господа. Наш пророк, мир и моблагословение, обучал как взрослых, так и детей, как знающих, так и невежественных. Пророк также обучал религии Аллаха различные делегации людей, многие из которых не были мусульманами. пророк Аллаха осуществлял поклонение Аллаху больше других людей. Он много постился. Ночь он посвящал Всевышнему Аллаху. Каждую ночь он совершал ночные намазы. Иногда он молился половину ночи, а иногда больше, как приказал ему Всевышний Аллах, простаивая всю ночь без малого. Один раз к нему зашел Беляль, чтобы сообщить ему о наступлении времени фаджр намаза. Когда он зашел, то увидел, что пророк совершает ночную молитву и плачет. Беляль спросил, зачем все эти слезы? Он ответил, «Воистину, этой ночью мне был неспослан аят и горе тому, кто прочитал его и не размышлял над ним». «Инн في خلق السماوات и наступлении». «Инн في خلق السماوات» «Инн في خلق السماوات» Пророк читал этот аят и плакал большую часть ночи. Аиша рассказывала, как однажды ночью пророк проснулся, совершил омывение, начал молиться и принялся читать. Говоря это, он не переставал плакать, пока в земном поклоне и начал говорить, «О, Аллах! Моя умма! Моя умма!» Пророк был самым большим москетом среди людей. Он ничего не имел в этой мирской жизни и изначально ничего не желал. Бывало так, что проходил месяц за месяцем, а в его доме даже не разжигался огонь. В эти периоды пророк привязывал к своему животу камень от сильного голода. А во время поста бывало так, что он ничего не находил для разговения, кроме сухого финика и глотка воды. Пророк, саляллаху алейху салям, обладал самым прекрасным нравом. Он лучше всех относился к своей семье. Когда он проходил мимо мальчика, то приветствовал его миром. Наш пророк прощал не мусульманам. Он был таким человеком, который никому не причинял зла и всегда был недоволен, когда перед ним кого-то притесняли. Пророк был мягким, добрым, и Всевышний Аллах сказал о нем. Пророк, мир ему благословения, заботился даже о животных. Например, когда пророк увидел запертую птицу, то запретил так поступать с ней. Когда он услышал про кошку, которую закрыли в доме, он сказал своим сподвижникам, поистине, эта женщина зашла в огонь по причине того, что она закрыла кошку и не кормила ее. Таким был наш пророк, да благословит его Аллах приветствует. Пророк запретил сахамам убивать даже муравьев. Он сообщил им, что они одна из многих общин, которая прославляет Аллаха. И как пророк мог быть другим? Ведь он является милостью для всех миров. Пророк Мухаммад, мир ему благословения Аллаха, был самым милосердным творением по отношению к другим творениям. Он был милосерден и прощающий. Иногда бывало так, что маленькая девочка брала его за руку и шла с ним куда хотела. И пророк не противился ей. Анас, его слуга, который жил с ним в его доме в течение девяти лет, говорил, что пророк ни разу не выговаривал ему, почему он сделал то-то и то-то, а также ни разу не сказал ему, почему он не сделал так-то и так-то. Анас говорил, что пророк ни разу не кричал и не порицал его за девять лет. Воистину, он обладал самым высоким нравом среди людей. Однажды в мечеть пришел бедуин и помочился в ней. Но и в этой ситуации пророк не накричал на него и не стал говорить с ним грубо. Он всего лишь сказал этому бедуину, что мечети предназначены не для этого. После этого бедуин поднял свои руки к небу и сказал, «О Аллах, смилуйся надо мной и Мухаммадом, и не будь милостивым к остальным». В другой раз один из людей потянул Мухаммада за одежду. Пророк посмотрел на него и спросил, «Что тебе нужно?» Тот человек ответил, «Дай мне из имущества Аллаха». Пророк улыбнулся и сказал своим сподвижникам, «Дайте ему из казны, дайте ему из казны». Таково было его поклонение и таков был его нрав. Мир ему и благословение Аллаха. В 10-м году пророк совершал хадж. И этот хадж назвали прощальным хаджем. Во время хаджа пророк говорил своим сподвижникам, «Учитесь у меня вашим обрядом. Возможно, я не встречу вас в следующем году». Когда он вернулся с хаджа, это было начало 11-го года по хиджре. Пророк почувствовал, что болен. Болезнь и головные боли начали усиливаться. Пророк попросил разрешения у своих жен, чтобы находиться в доме Аиши, одной из его жен. Пророк находился у нее долгое время. Его болезнь все усиливалась. Когда приходило время молитвы, ему помогали дойти до места моления. Однажды ночью к нему пришел Беляль, чтобы возвестить о начале молитвы и пророк спросил его, молились ли люди. Он ответил, «Нет, посланник Аллаха, они ожидают тебя». Пророк с сильным жаром и лихорадкой сказал, «Выльти на меня воду». Сподвижники выполнили его просьбу. После этого пророк, почувствовав некоторое облегчение, встал. Когда же он встал, то тут же рухнул на землю без сознания от болезни. Затем его отнесли на кровать, после чего он встал и спросил, «Помолились ли люди?» Они сказали, «Нет, посланник Аллаха, они дожидаются тебя». Он снова сказал, чтобы на него вылили воду и сподвижники сделали это, чтобы уменьшить его жар. Затем он встал, чтобы пойти в мечеть, но снова не смог и упал. Затем он опять вернулся к себе на кровать и оставался в этом состоянии, пока не сказал Белялю, «Прикажите Абу-Бакру, чтобы он помолился с людьми». Прикажите, чтобы он помолился с людьми. Беляль пришел к Абу-Бакру и сказал, чтобы он помолился с людьми. Абу-Бакр выполнил то, что ему было велено сделать. За все время это был первый раз, когда сподвижников на молитве возглавил другой человек при живом посланнике. Вся медина пребывала в печали. Люди стали волноваться. Как это к нам не пришел наш любимый пророк, чтобы помолиться вместе с нами? Так прошел фаджер-намаз. А за ним дугар-намаз. В течение трех дней пророк оставался в постели и не совершал молитву с людьми. Затем, почувствовав прилив сил, он встал и обратился к людям с речью. А затем помолился с ними. Он сказал, «Воистину, Аллах предоставил рабу выбор между этой дуней и ее красой и между тем, что находится у него. И раб выбрал то, что у Всевышнего Аллаха. Он не сказал людям, что это раб он. И вот Абу-Бакр начал плакать среди людей. Он плакал, потому что понял, что это извещение о смерти пророка. После этого пророк больше не мог выходить и совершать с ними молитву. По этой причине печаль овладела людьми и их постигло беспокойство и скорбь. Наш любимый пророк болен. Наш пророк, который стоял с нами на намазах, участвовал с нами на джигаде и в сражениях, обучал нас нашей религии, воспитывал нас, делал нам напоминания, сейчас болен. В последний день он позвал свою семью, чтобы дать им наставление. Фатима, его любимая дочь, заплакала и начала говорить, «О, отец! Какое горе! Какое горе!» Он сказал ей, «После этого дня твой отец больше уже никогда не будет испытывать никаких страданий и горя». Когда солнце взошло, пророк был один на один с Аишей, она положила его себе на грудь, и он говорил, «О, Аллах! Позволь мне оказаться в высшем обществе». После этого пророк Мухаммад, мир ему и благословение, скончался. Эта новость быстро распространилась среди людей в Медине. Люди стали говорить разные вещи, и тогда Умар пригрозил людям, сказав, «Тому, кто говорит, что он умер, я отрублю голову мечом». В это время Абу-Бакр пришел в дом пророка, убедившись своими глазами, что пророк умер, и он поцеловал его между глаз. Потом он вышел к людям и сказал, «Тот из вас, кто поклонялся Мухаммаду, пусть знает, что Мухаммад умер. А кто из вас поклоняется Аллаху, пусть помнит, что поистине Аллах живой, который не умрет». Затем он прочитал аят. «Вама Мухаммаду, «Илла رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين». Пророк Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, умер. Затем после двух дней он был похоронен. Фатима, обращаясь к тем, кто его хоронил, сказала, «Как вынесли ваши сердца засыпать лицо пророка землей?» А Анас рассказывал, «Я никогда не видел более радостного и светлого дня, чем тот день, когда посланник приехал к нам, как никогда не видел дня более мрачного, чем тот день, когда посланник Аллаха умер». Так закончилась последняя страница «История пророков». Печать всех пророков умер, точно так же, как умерли все посланники. «Никому из людей до тебя мы не даровали бессмертие. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно?» В следующей программе «Если пожелает Аллах, мы извлечем все те уроки и назидания, которые содержат истории о пророках». Какую пользу, мудрость и поучительные примеры мы извлекли из этих рассказов? До скорой встречи! Сауди'укум Аллах Вассаламу Алейкум Варахмату Аллахи Варахмату Аллахи Варахмату Аллаху Кусас Нуру Кусас Варахмату Аллахи